здарова народ с вами варчик в этом видео я вам расскажу про сэндлок британский легкий танк восьмого уровня который недавно продавался его можно было купить но лучше бы его никто не покупал потому что такого мусора я давно не видел разработчики последнее время спешат выпускать какие-то новые отростки недоветок во всяких нациях вот и британские лтшки из кромвеля отрастились ну и как обычно подоспел премиумный танчик под эту недоветочку очень гениально целые ветки танков строить что выпустить прям танк что ветка никому не нужная получилось что прям танк тоже видимо так сильно спешили что получилось какое-то блеклое ничего зачем они спешили это все выпускать непонятно что из себя представляет этот прям танк это в принципе очередная копия бульдога просто другого цвета и с другой пушкой большой легкий танк который обладает плохой маскировкой даже некоторые премиумные стэшки обладают маскировкой куда получше светить активно вы на нем не сможете во первых потому что динамика дряхлая танк на месте очень плохо поворачиваются из-за этого динамика плохая маневрировать и крутить танки крайне тяжело максималка 65 принципе неплохая но есть намного лучше если это все в кучу сложить плохую маневренность в виде 45 градусов поворота шасси не выдающуюся максималку здоровенный размер нулевую броню плюс мы замечательно а рим в лоб причем а рим буквально очень часто очень сильно он горит если попасть фугасом в верхнюю крышку двигателя которая находится впереди нас потому что танчик заднебашенный если это все в кучу сложить то это максимально неподходящий лт для активного геймплея это здоровенный факел который плохо перемещается по карте и на нем только отправляться в ангар на первой минуте и все этот факт будет очень часто мучать ваших союзников которые в свою очередь будут мучать вашу корму вопросами какого черта ты на лт не светишь а вы особо то и не захотите на нем светить вы пару раз попробуйте вы не сможете на нем светить и желание это у вас отпадет само собой вы просто этого не сможете делать обзор 400 обычный особо мы никого не пересветим без маскировки с обычным обзором как для восьмого уровня размер здоровенный ватный все горит все взрывается маневрировать тяжело активный геймплей вообще не для нас какие же плюсы у этого танка в принципе у него неплохая пушка достойная скорострельность у военчики неплохие очень быстрое сведение сводится танк крайне быстро но альфа малюсенькая пробить это не особо выдающиеся как для восьмого уровня как для лт-шек пробитие нормальное 189 пробитие неплохое но на фоне других классов техники на восьмом левеле это пробитие не очень пробитие 223 под калибером тоже какое-то хреноватенькое единственно что у нас повышенное пробитие фугасом ну и даже здесь у других лт-шек пробитие фугасом бывает и побольше во всем танк какой-то обделенный никакой фишки в нем нет он сложный во всем реализовать танк крайне тяжело и даже если ты сыграл более-менее нормальный бой и казалось бы ты уже начинаешь получать удовольствие танка любая тычка в лоб и ты зарел что я могу сказать про этот танк реализовать его практически невозможно очень тяжело сложный танк стабильный результат на нем держать крайне тяжело серебро не фармит качать экипаж для ветки которая тоже не особо интересно особенно на низких уровнях в принципе это провал единственное что у этого танка есть не раздражающая пушка но этого так мало когда ты тратишь на это свои деньги танк не стоит своего внимания вообще а если вы его купили то играйте аккуратные позиционки на средней дистанции и в конце боя когда больше пространства для маневра остается начинайте уже действовать чуть поактивнее но бойтесь любой тычки в лицо она может быть последней в принципе танчик печальный как и ветка как и действия разработчиков которые пытаются понарастить какие-то отростки веточек которые напихивают обильно прям танки скоро ждем двуствольные танчики опять отросточек веточки чтобы выпустить прям танчик с вами был арчик играть красиво пока и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok